Да, всем привет, и мы продолжаем достигать планки 2000, у нас пока 1750, побили на F4 кого-то, пешку побили, по чему-то. Вопрос, чем бить? То, что бить, это очевидно, вопрос, чем? Слушай, по материалу, вот такая задача, я бы сказал, на... Ну, вот очень хочется побить пешку, согласен? Побить пешкой, да. Потому что, как бы, и пешки будут хорошие у нас, и лишняя фигура, просто так. А почему, почему нужно бить именно пешкой, а не конем? Ну, потому что слезон на B4 будет без защиты. Ну, вот, это уже, стоп, да, это уже другой вопрос. Подожди, подожди, подожди. Там, может быть, какие-нибудь промежуточные шахи, шахи есть там, молодец, вообще. Ну, мы, по-моему, встанем на E3, F3. Хорошо, давай. Я думаю, нужно бить... Посмотри, он сейчас побьет конем на F4, и будет ладья и конь против ладьи. Вот. Стоп, ты что-то не то говоришь. Допустим, взяли, взяли, взяли. Ну да, ладья и конь, коем против... И что, это плохо? Это выигранная, ну, технически это выигранная позиция. Ну, я бы не сказал. Ладья и конь против ладьи. Ты, учитывай, что у нас пешка есть. В любом случае, мы эти пешки когда-нибудь отъедим и проведем свою. Пешка-то у нас остается на E4. Это выиграло. Так, ну, ладно. Ну, бьем? Бьем или нет? Ну, не знаю, я просто смотрю что-то другое еще. Ну, а что, что здесь еще можно посмотреть? Мат по первой, ты здесь не склеишь. Ну, давай, посчитаем ладья C8. Ладья C8, король... Ну, давай, я ничего лучше не вижу. Конем, видимо, надо брать. Или может какой-то... Вот, вот здесь может быть какой-нибудь тонкий ход. На любой тонкий ход мы получаем E5. Нам шаг сейчас. А, нам шаг, то есть, ну, отходить... Если отойдем, побьют коня. И, ну, короче, упадет слон на B4, в любом случае. Так что надо бить. Хорошо, да. Да. В общем, получили лишнюю фигуру, но... Тут еще играть и играть, на самом деле. Ну, я не знаю, мне кажется, это... Ну, с компьютерной точки зрения это выиграно. Так, поехали дальше. О, как много фигур. Ну, какая-то тактика здесь по-любому должна происходить, проскочить. Ну, всегда. Ну, смотри, на E4 я прям сразу же вижу большую слабость. Но у нас на C6 аналогичная. Да я бы не сказал, что аналогичная. Ну, в смысле? Если мы возьмем сейчас конем на E4, у нас на C6 все будет защищено. Хотя, да. Я просто не вижу идеи белых. Ну, взяли конем. У нас защищено на C4. Ой, на C6. Причем, два раза. Ну, да. Скорее всего, тут все просто. Идея в том, что если мы берем слоном, он берет слоном, он берем конем. Мы берем конем, тогда да. Тогда у нас пункт C6 трещит. Но если мы берем конем... Да, и все будет под защитой. Берем? Да. Вот. Вопрос, чем бить? Ну, в общем-то, мы правильно уловили смысл задачи. Знаешь, Артем, я думаю, нужно бить ладьей. А, может быть, потому что я просто яркий, радостный шахматист. Не хочу менять пердей. Нет, вопрос в самом то, что если побьем слоном, то он побьет слона на C6, мы будем с качеством, а так с лишней фигурой, если побьем ладьей. Я думаю, лучше бить ладьей. Да. Ну и слоном взяли. Ну, что-то легкие задачи нам пока попадаются. Что идем дальше? Ого! Вот ты хотел? Жесть. Ну, сейчас нужно насчитать много вариантов. Я думаю, вплоть до мата, я думаю. Думаешь, половина мата? Ну, видишь, нужно сделать это как можно быстрее. Но ферзь с3 очень сильно в голову лезет. Так, ну ферзь с3, король а4 и ферзь б4 мат. Разве что-то есть другое? Я не вижу. Может быть мат в один ход есть какой-то? В один ход. Ну, откуда так? Откуда есть шахи? Давай посмотрим. С С3. Стоп. А, ну вот, я знаю, ну, с С3 что? Ну, мы же так играем в ферзь с С3. Да, хорошо, а быстрее-то нет матов? Быстрее тоже я не вижу. Хотя... Ну нет здесь ничего, Артем. Мы с тобой просто так время тратим на наших зрителей. Ну, я думаю, да. А, вот что. Тут мы клоуны. А, ну мат же. Ферзь еб4. Да. Заметил ты вовремя. Ну, в общем, да, опять легкая задача. Так, секунду, посмотри, сколько идет запись. Пять минут у нас... Мы, по-моему, за пять минут решили очень много задач. Да, быстро идет дело. На шахах надо кого-то поймать. Скорее всего, коня. Короче, нужно, знаешь, что сделать? Нужно загнать короля на D1. И съесть на F5. Ой, на F3. Нет, смотри, что можно. Допустим, ферзь G1. А потом ферзь H2. Да. Ну, мне была та же идея. У тебя просто она полегче. Я просто как раз смотрел, как еще пешку отъесть. Я понимаю, да. Ну да, ферзь G1 хорош ход. Ферзь G1, с идеей... Ну, то есть, отходить он будет только по второй. Мы даем шах с H2. На любой отход бьем на H5. Ну, у нас там, конечно, много шахов. Но, я думаю, Чистенко не будет придираться к этому. Ни одного шаха нет. Все, конь держит. Все, поехали? Да. Ну, это тоже было очень просто. H2 пункта мы целом заслужили. Вот такие позиции я не люблю. Вот вроде бы у нас даже материала меньше, да? И пешка наша опасная. Но что-то здесь должно найтись. Например, конь Е7. Ну, конь Е7 это... Хе-хе. Конь Е7... Конь Е7. Не, смотри, в чем соль задачи. Конь Е7, король Е4, конь С6, король Д5. Не понял. Конь Е7, король Е4... Конь Е6 и король Д5. Двойной удар. Вот в чем соль задачи. А, ну да. Чтобы подать фигуру, а потом ее отыграть. Поэтому не все так просто. Смотри, конь Е7, король Д4, Ф5. А, отнимаем пункт. Да. И он на Д5 не попадет. Сно... Стор... А, вот да. Вот это интересно. Я с тобой согласен. Пробуем? Да. Ф5. И бьем. Ну, вот это тяжелее, конечно, было бы у вас задачка. Да ну, нет. На самом деле. По ощущениям. На парню она дошла, парня. Ну, на Е4 хочется съесть. О, дей. Очень хочется съесть на Е4. Что нам мешает это сделать? Ну, я пока ничего не вижу. Лишняя фигура точно остается. Нет, смотри, сейчас на ладе... Ладея Е4, грубо говоря... Ну, они же не будут бить на Е6. Просто сыграет ладея Е4. Что? Ладея 1. А, ладея 1 мат. Стоп. А, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Вот видишь, в чем соль-то? На Д8, на Д1 ладея попадает. А, тогда Ферзь Д6. То есть, сначала Ферзь Д6? Нет-нет-нет-нет, сначала ладея Е4, потом Ферзь Д6. Так, давай еще раз почитаем. Давай. Ладея Е4... Ладея Е4... Ну, если сыграем у ладея 1, получим у ладея Д1, мы играем у ладея Д6. Ой, Ферзь Д6. Да. И вот на эту штуку мы даем мат. Ну, нельзя бить на Д6, потому что ладея 1 будет мат. Да, с лишней фигурой мы точно остаемся. Я думаю, мы решим. Ну, вот тут нужно найти вот этот ход. Видимо. Давай. Стоп, а нету... А, нет. Мне показалось... Стоп, или... Ишь какой-нибудь контур-удар? Да, ладея Е8 будет. Ну, тогда на Е1 мат дадим. Да. Тоже было не тяжелая удача. Да, ну... Еще что-то, родное? Ну, давай последнюю. Ух ты, какой король. Симпатичный. Ладея. Да много здесь фигурок стоит, а слишком. Очень много. Так. Что нам мешает на Е3 два раза побить? Видимо, то, что там защищено много раз. Ладея и ферзь. Мы можем выиграть ферзя за ладью и легкую фигуру. Стоп, у нас же там 2 атаки, а там 3 защиты. Ну, у нас 3 атаки. Почему 3? Конь. А 3 атаки, точно. А чем бить? Хорошо. Так. Я бы предложил сначала ладьей. Вот. Вопрос, достаточно ли это? Наверное, да. Ну, давай подумаем, если он просто с ферзем подойдет. Не забывай то, что там еще есть какой-то ферзь H2. Если он отходит ферзем, там ферзь H2 убивает. Потому что провисает на Е1. То есть на ладе H2 и на Е1 провиснет. У нас нет, у нас пока там ферзь провиснет. Ну, мы, ну, отскочим куда-нибудь, переживаешь. Наверное. Ну, вот чем бить? Почему? Ну, чем, чем бить об этом объясню. Смотри, конем, если... А, конь-то не лезет никуда. Если конем бить, мы грозим на D1. Еще не забывай. Но на D1 не так страшно. Ну, почему? Шах. Шах и... Хотя, ну да, не так страшно. Ну, предлагай. Сначала ладье, а потом конем ты предлагаешь. Так. Если ладьей, то... То ферзь F5 будет в промежутке. А, вот, вот. А, ферзь F5. Неприятный промежуток. Ну, у нас ничего нету, но... Белый отыгрывает пешку. Поэтому, скорее всего, конем. Давай брать конем. Берем. Берем? Да. Так, не досчитали вариант. Давай его покажем. Вот это все нужно было почитать. Что это вообще за задача? Нет, это так в партии, наверное, развивалось. Да, всем спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует...